Всем привет! Друзья, продолжаем продолжать наше небольшое путешествие по курортам Краснодарского края. Доехали до Новомихайловского. Именно о Новомихайловском и будет сегодняшнее видео. Ставьте лайки, отдыхайте, подписывайтесь на канал. Начинаем! Обзор Новомихайловского начнем по традиции с места заселения. В принципе, как мы делаем обычно на других курортах, где останавливаемся с ночевкой. Были здесь в начале курортного сезона. Гостевой дом Калибри. Ну и так, о нем по порядку. Целый ряд парковочных мест. В принципе, он не такой большой гостевой дом в размере, поэтому, ну, видим, еще одно свободное парковочное место есть. Если проехать дальше, еще можно найти. Не думаю, что тут большие проблемы с парковкой. Что, Андрюха? За вещами пришел. За вещами? Басик. Серега сказал, мне очень жарко, надо освежиться, мы еще не заселились. Он уже собирается идти купаться. Гостевой дом со стороны. Как он выглядит? Шезлонги. Фото-зона. Здесь мангальная зона. Посидеть в вечернее время. Столы, лавочки, стулья. Сам мангал, конечно. С фантомными запахами шашлыка. Все, то, что я показываю, все входит в стоимость проживания. К сожалению, других свободных номеров нет. Я не знаю, каким чудом так нам посчастливилось. Ну, позвонил, когда искали жилье. То есть, хотели остановиться в Новомихайловском еще раз. И только один свободный номер, как раз-таки наш. И как раз-таки четырехместный. Как нам нужно. И так его вашему вниманию. Надя, уже смотрю, заселилась полноценно. Сегодня под кроватью, да, будешь спать? Все нормально. Так, двухспальная кровать, где мы будем с Надей спать. Двухъярусная кровать. Здесь шкаф, сплит, холодильник. Надя, тебе, наверное, это особенно важно. Зеркало с тумбочкой, телевизор. И санузел, конечно, в номере. Серега, да, тоже в номере. Если что, шкаф давай открывай. Это что? Простыни, вешалки, унитаз, помыться, побриться, зубы почистить, душевая зона, фен, сушилка. Андрюха, ну давай Яндекс.Карты, какое расстояние до моря выдадут. Итак, наглядно, 5 минут на машине, 2,2 километра до пляжа. Так что здесь пешком 32 минуты. 219 рублей на такси. Далеко, наверное, вы написали, уже пишите мне комментарии, кто не смотрел мой предыдущий обзор. Но, есть одно жирное но. До пляжа здесь есть бесплатный трансфер. То есть, кто не в курсе, что это такое, а что такое трансфер, постоянно уточняют. То есть, по звонку отвезите меня на пляж. Вас отвозят на пляж. Заберите меня с пляжа. Вас привозят, забирают. То есть, вы накупались, звоните. Как раз, пока дойдете до дороги, подъедут, заберут вас и привезут к гостевому дому. Приятный бонус, потому что это включено в стоимость проживания. Ничего сверху вам не нужно будет платить. По цене за данный гостевой дом, за данный номер, где мы проживаем, самый разгар сезона 4 500. И я скажу из того, что мы посетили уже в разгар сезона, это очень даже приятная цена. Кто постоянно следит за нашими роликами, тоже, наверное, это могут подтвердить. Что еще могу добавить? Да, к сожалению, других свободных номеров нет. Как я сказал, если интересны обзоры других номеров, то напишите об этом в комментариях. И я добавлю, скину ссылку на предыдущий ролик. То есть, там показал в начале сезона, было свободных номеров гораздо больше. То есть, там показывал наглядно, кому интересен этот обзор. В общем, напишите, я скину ссылку. Так, плавно заселяемся. И Серега уже пошел в бассейн купаться. Что, будем к нему присоединяться? Не хочешь? Ну, отдохнем с дороги. Начнем, наверное, с этого, наше пребывание в Новомихайловском. Немного отдохнули. Пора ехать на пляж. Самое время искупаться. И так еще добавлю к сказанному. То, что не сказал сразу. Три этажа в гостевом доме. На каждом этаже своя кухня. Ну, как видим, время ужина. Не так много людей. Правила. Испачкал, помой. Открыл, закрой. Пролил, вытре. Приготовил, поделись. Поел. Поблагодари. Посуду помыть. Печка, еду приготовить. Вытяжка, посуда. Еду подогреть. Чайник. Все имеется. И еще также общий холодильник. Сплит и телевизор. Памятка для гостей. Расчетный час. При уходе из номера закрыть кран. Выключить свет. Телевизор закрыть номер. Размещение с животными разрешено. Тоже много спрашивать об этом. В номере не курить. Мусор, бумагу, анитаз не бросать. Парковка бесплатна. Wi-Fi бесплатно. Трансфер бесплатно. Стирка дополнительно 200 рублей. Переехали поближе к пляжу. Из сетевых магазинов. Знаю, что есть пятерочка. Потом в самом центре Новомихайловского тоже есть пятерочка. Магнит чуть дальше расположен. По-моему, в центре тоже магнит есть. Сегодня появился. Прям только что. Еще по поводу трансфера хочется добавить. Кто-то напишет, что сильно далеко от моря. По-моему, так лучше 2 километра ехать на машине, чем, к примеру, поближе 500 метров передвигаться пешком. А тут выбор, конечно, за каждым. Река. Как она? Нечипсуха, по-моему, да, называется? Постоянно их путаю. Шипсуха, чипсуха, нечипсуха, нешипсуха. Ну и отсюда до пляжа, не знаю, идем пешком. Сейчас будут торговые ряды. Покажу, что интересно встречу на пути. Фрукты, овощи. Голубика местная 800 рублей за килограмм. 140 огурцы, яблочки. Этого года сладкие местные 150 рублей килограмм. Дыня по сотке, подбитая дыня 50, черешня 400, кукуруза 15 рублей, бандюэлька. Так, тут вообще приятно прогуляться в тени, чем не было бы этого навеса и по палящему солнцу. Варим кофе на песке. Нади на тема. Чай в ассортименте 100 грамм 120 рублей. При покупке больше 3, 100 грамм 100 рублей. Уточнил 100 рублей по поводу кофе. Здесь целый ряд всяких варенья, чурчхелла, сладости. Чурчхелла 15 штук, 950 рублей. И вот еще чурчхелла поштучная, я так назвал. А сколько стоит эта чурчхелла? 100 грамм 120 рублей. Всякие выпечки, плюшки. Здравствуйте. Лаваш из тандыра 100 рублей. По поводу шашлыка, брали в прошлый раз здесь шашлык. В принципе, очень даже понравился. Цены 150 рублей 100 грамм. Мякоть, курица 130, люля 150. Весь прайс перед вами. Ах, этот аромат. Картофанчик с салом. Обожаю. Из экскурсий, что можно посетить? Орлиная скала, экскурсии в горы, джиппинг, водопады. Ну, это то, что здесь по месту. Давайте. Надавали целую стопку флайеров. Итак, что здесь? Акватория радости. Небукский дельфинарий. 1400. Ну, за полдня, насколько я знаю. Дальше. Экскурсия. Как я сказал, Орлиная скала. 3000 рублей. Аквапарк дельфинарий. Так, 2700-1900. Номер телефона, кстати, кому интересно. Здесь целый ряд. Горячий ключ. Нагорье Лаганаки. 2850. Рассвет на озере Рица, Абхазия. 4000. И плюс еще 800. 4800. Геленджик. 1700. Геленджик Сафари Парк. 1800. Новинка сезона. Шато де Толю. Частичка Франции. В Сердце Кубани. Был там в этом месте. Винодельня. Частная. Ну, довольно интересно, кто любит, в принципе, что-то подобное. 1700. Допсбор еще 2000. То есть, там с дегустацией. Акция 33 водопада. Озер Рица еще раз. Ну, в принципе, все. Что там еще? Надавали нам такую стопку в аквапарк дельфинарий. Календарик на 2025 год. Очень даже актуально. Тридели подписчиков. Здравствуйте. Откуда? Как зовут? Привет. Мы из Рязани. Мы из Рязани. Отдыхаем здесь уже вот неделю. Все нравится отлично. Как зовут? Артем. Катя. Злата. Пару слов о Новомихайловском. Первый раз здесь? Да. Первый раз до этого заезжали. Нравится все абсолютно. А где были еще для сравнения какие курорты? Были в Витязево, Лермонтово два раза. Были где еще? Сегодня ездили в Ольгинку. Ну, там не понравилось. Здесь больше всего. Из всех курортов, чтобы больше всего Новомихайловский или какой-то другой посоветовать? Вот друзьям какой бы посоветовали? Пока Новомихайловский. Все понятно. По ценам что скажете? Радуют, удивляют, неприятно радуют? Питание как в прошлом году, проживание плюс 200, наверное, сутки. А так нормально. Нормально. А сколько за жилье дали, если не секрет? Трехместный, 4 900. Понял. Спасибо. Приятного отдыха. Таким образом мы вышли на, может быть, не центральную, но довольно широкую часть набережной Новомихайловского. Здесь что можно увидеть? Экскурсии, тир, аэрохоккей. Две игры, 100 рублей. Приятная цена. Только сегодня отмечал в Лермонтово. Одна игра 100 рублей стоит. Здесь, кстати, ремонт телефонов, торговые точки всякие. Купальники, одежда. Вижу какая-то распродажа. Тысяча рублей. Платье. Купальники, женская одежда открыта. Тоже так огородились от солнца. Шарики по лопать. Здесь электромобили, карусели, мобили. Пойдем на пляж сразу. Ну, пошли там выйдем, да. Да, наверное, заметили. Сегодня гуляем втроем. Андрюха остался в номере. Сказал, устал отдыхать. Нужно немного отдохнуть. Сказал, полежу в номере. Ну, ладно. Мороженое. Два шарика. 100 рублей. Спускаемся на пляж. Такие ступеньки в этом месте. Море немного штормит. Вообще, Новомихайловский. Ну, я не могу сказать, что это самый, не знаю, многолюдный курорт. То есть, если сравнивать с Архивкой, конечно, здесь людей поменьше. Если сравнивать, например, с Креницей, то здесь побольше людей явно. Ну, показываю все, как вижу своими глазами. Да, в целом, он Новомихайловском. Кто не знает. Это курорт относится к Туапсинскому муниципальному образованию. То есть, от основной трассы к морю уходит дорога тупиковая, где мы сейчас и находимся. Приехали, заехали. Ну, и давайте покажу воду. Вообще, конечно, по малолюдности. В прошлый раз было куда поменьше людей, чем сегодня. Накатик волн. Кстати, водичка немного прохладнее, чем в Лермонтово, где мы сегодня побывали. Ну, по прозрачности, судите сами. Я не вижу кристально чистое море сегодня. Еще раз, количество людей. Освежает, да, немного? Попрохладнее, чем в Лермонтово. С одной стороны. С другой стороны. Вот там прокат. Бананы, таблетки. Давайте узнаем цены. Вот это сейчас был освежающий душ на гидроцикле исполнил. Ну, давай еще один заход. Пошел. Таблетки-бананы. Давайте узнаем в расценке. В общем, уточнил. Банан 500 рублей. Это очень даже приятная цена. Таблетка 700 рублей. Тоже приятная цена. Сейчас поедем с Серегой кататься на банане. Я уже позвал его. Сейчас подходит. Так, это мне или пацану? Опа. Как думать? Не знаю. А, холодненький. Серега готов. Да. Так плавно сейчас спускают банан на воду. Ну, для того, чтобы уберечь всю аппаратуру, придется одеть аквабокс, чтобы ничего не намочить. Поэтому ждем нашу команду, рассаживаемся и добавим в наше видео такой небольшой видеоклип под хитяру нового курортного сезона 2024. Субтитры сделал DimaTorzok На закате с ним гуляем, развлеченья найдем. Он покажет, где купаться, где в жару нам охлаждаться. Где нам чебурек купить, где же теплая водичка, где тот самый лучший пляж. Папа с юга знает все. Папа с юга отдыхает, в рот и южный отрывает. Папа с юга нам покажет, как на юге отдохнуть. Папа с юга заряжает летним настроением. Он расскажет, где поесть нам, где закат встречать умой. С ним легко и интересно. Каждый летний день, как праздник. Папа с юга отдыхает. Ну, конечно, пару слов. В пару словах тут не опишешь то, что я испытал. До этого катался один раз на банане. Но это были простые покатушки. А тут прямо очень даже экстремально. Причем, когда нас только стартанули. Ну, он сейчас, наверное, сбавит скорость. А в итоге скорость только усилилась. Серега, что скажешь? Смотри, прижался там. Ну, понравилось? Да. Круто было? Да. Было круто. О, пошла следующая команда в путь. Они, наверное, еще не знают, что их ждет впереди. Ладно, мы пойдем. Будем искать место, где расположиться, чтобы искупаться на пляже. Да, кстати, наверное, обратили внимание, насколько чистейшая вода была там на глубине. Так еще проходили обратно. Морская прогулка. Прокат лодки, точнее, Жужа. Один час три тысячи рублей. По удобствам. Грибочек и два лежака на полдня. 800 рублей. Один лежак на день 600 рублей. Один лежак на полдня 400 рублей. Один лежак на один час 200 рублей. Что-то меня подукачало даже, вроде бы, еду. Меня пошатывает из стороны в сторону. Да, так меня просили покататься или в Архивке, или в Кабардинке на Торнадо. Это такой скоростной катер. Ну, так по внешнему виду, конечно, он катает еще более экстремально и еще более продолжительно. Я даже не знаю. Сомневаюсь, что мне это доставит удовольствие. По покрытию пляжа, что могу отметить. Здесь такой мелкий-мелкий песок в перемешку с камнями. То есть, вот мелкая галька, я думаю, здесь, да. Мне тоже тут понравилось. Давай тут тогда. Не будем судьбу испытывать, да, до конца идти. Давай, ладно, здесь тогда. Ну, в общем, еще раз по месту. Точно не переполнены пляжи. И давайте поговорим о погоде и о воде в целом, о ее температуре. Согласно Гидромет Ютуб Папа Сюга Центра, воздух на 2 августа 2024 года 28,7 градусов тепла. И теперь замеряем воду. 27,9 градусов тепла. 28, я не знаю, или пока мы купались, вода потеплела. Серега, 28 градусов, нормально. Или так показалось, как только пришли, что она прохладная. Так сейчас захожу, вообще никакого дискомфорта не испытываю. Как будто вообще по воздуху иду. Ладно, кладем термометр, идем купаться. Первые мои ощущения по заходу. Комфортно заходить. Песок в перемешку с мелкой-мелкой галькой. Очень удобно ногам. Вот так от глубины почти по пояс. Ну, я думаю, точно так же. Так прощупываю дно ногами. Крупных камней не наблюдаю. Еще раз мелкая галька в перемешку с камнями. Вот на этой глубине, я думаю, мы занырнем. Посмотрим, как обстоят дела с прозрачностью воды. И какое дно на глубине. Раз, два, три. Бонзай. Редактор субтитров А.Семкин Конечно, классическая оценка. Оценим пляж на у Михайловского сегодня. Но вода, не могу сказать, что порадовала. Там на дне, конечно, получше, почище, чем первые метры. То есть, когда первый заныр сделал, нырок, то вообще практически ничего не было видно. Камеру на вытянутой руке еле-еле рассматривал. Но за воду, думаю, 4 с минусом можно поставить. На сегодня в полномасштабном объеме дно понравилось. 4 с плюсом. Удобно заходить. То есть, исключительно песок начинается на глубине выше 2 метров. Да, и свой рост скрыл примерно метров через 10. Такой накат волн пошел. Ну, конечно, смотрите, песчаное покрытие. Да, волны баламутят, откуда тут возьмется чистая вода. И берег. Вот берег понравился. Мелкие камушки тоже. 4 с плюсом. Надя лежит, кайфует, отдыхает. Серега, что скажешь? Ну, берег. Сразу начали с берега. Здесь плюсов 5. Но? Да но. Ну, поначалу, если считать начало, то 5. Ну, дальше там покрупнее четверка с плюсом. А вода? Вода, ну, 4 с минусом. Все, спасибо. Вот на этом месте начинается расширение пляжа. И, кстати, покрытие ничуть не хуже, чем там, где купались мы, да, такие мелкие камушки. Вполне комфортно ходить. Вполне комфортно расположиться. По количеству людей также показываю наглядно. Ну, на часах у нас без 10.7. Ну, наверное, вот самое то, когда уже пекло спало, самое то искупаться на море. Ну, уже кто-то собирает вещи. Я думаю, самый пик, конечно, это 5-6 часов вечера. Мы не уточняли по поводу катамаранов. Самое время это исправить. Тысяча рублей час. Ну, в этом году дешевле, ниже цены, чем тысяча. Мы не видели. 500 рублей час. Нет, полчаса это было у нас. В Ольгинке, да? Да. Таким образом выходим с пляжа. Давайте прогуляемся еще немного по набережной. Серега говорит, что все-таки в Ольгинке 750 час был, да? Ну, так могу ошибаться, конечно. Серега точно врать не будет. Так, ну что, давайте в правую сторону от нас прогуляемся. Какие здесь шоколадные коктейльчики. Шоколадные фондю. Чего ты фондишь? Ничего не понимаю. Фондю. Кафе грузинской кухни. Иверия называется. Но вообще, Надя сказала, ей самое время перекусить. Поэтому надо искать столовую подходящую. Киевси. Так, прогуливая здесь вечернее время, в каждом кафе нет свободных мест. И только в Киевси всего один занятый столик. Остальные все пустые, свободные. Ну, так на сегодня помноголюднее будет. Кому интересны цены? Бургеры. Чикенбургер. Чикеншмикен. Комбо. Вообще, я, допустим, не любитель такой еды. Просто показываю. У всех разные вкусы. Я не говорю, что это плохо. Всякие баскеты, баскетболы. Сочная курица. Это чипсы, стринги, стрипсы, крылья острые, крылья тупые, грудка, наггетсы, шмагетсы, попкорн, курица, картофель фри и прочее. Кривитосы. Золотая корона. Столовая. Линия быстрого питания. Доступные цены. Давайте посмотрим, насколько здесь быстрое питание и насколько доступны цены. Первое блюдо борщ 130, окрошка 150. Блюдо на Монголе. Шампиньон 110 рублей. Шашлык из куриного филе 180. Второе блюдо. Ну, весь прайс перед вами здесь. Что, сюда зайдем, Надя? Ну, давай салаты. Салаты как, нормальные цены, Надя? Рыбные блюда. И, конечно, гарниры. Пюре 90 рублей. Довольно интересное заведение. Какая-то кибитка. Там выход, тут вход. Что тут еще интересно? Вот шашлык жарят. Куют железо, не отходя от кассы. Тут пока стоишь, можешь... Ну, запах не передается. Ну, внешний вид очень даже поднимающий аппетит. Я пошел к этим ребятам. Видео долго не ждите. Я пошел к ним далеко. Не успел я далеко убежать. Надя поймала меня, стала догонять. Вернись, я все прощу. Ну, вообще, такие приятные ребята. Я не знаю, кому как. Итак, по поводу нашего меню. Окрошка, два цезаря. Один с сливочным соусом, другой без. Серега сказала, на две отбивные. Что это? Курочка там в сливочном соусе. С пюрехой, два чая, один сок. Вышло 1200. Сейчас точную цифру скажу. Тридцать четыре. Тысяча двести тридцать четыре. Приятного аппетита. Надя, ну что скажешь по поводу обеда, ужина? Вкусные цезаря. Можно не спрашивать, да? Хоть раз было невкусным. Серега? Вкусно. Все вкусно. А ты мне понравилось? Цезарь? Да. Ну, я скажу, мне крошка понравилась. Ну, так она освежает. Ну, гуще маловато. Как-то одна жижа, поэтому четыре будет такая моя оценка. Ну, и все так, собираемся. Идем гуляем дальше. Я такое встретил впервые. Сейчас покажу наглядно. Ну, вот здесь фотозоны. Это ладно, можно пофотографироваться. Я так думаю, что это бесплатно. Меня удивила девушка-фотограф, которая зашла и в столовой начала фотографировать. Так, к нам не подошла. Мы были, так сказать, в самом процессе приема пищи. А так фотозон бесплатно, да, походу? Или платно? Ну, давай посмотрим. Да, можно сделать бесплатные фото. Так мы сейчас очередь дождемся, сделаем. Я не понял, в чем смысл линия быстрого питания. Линия как линия, как в обычной столовой, раздача. Я думал, там сам проходишь, сам себе накладываешь. В общем, обычная столовая. Нормально. Проходим еще одно кафе. Давайте посмотрим, какие цены здесь. Салаты. Так, где наш для ориентира? Цезарь с курицей 590. Дальше. Первое блюдо. Окрошка с языком. Говорящая крошка. 440 рублей. Зубная паста. Колгейт с креветками. И соусом теста. 740 рублей. Ну, самая классика в каждом кафе. Блюдо на мангале. Свиная шея 290. За 100 грамм все. Крылья куриные. Семга 600. И гарнирчики вам в завершении. Тони Монтана. Рестабар. Ну, если будет меню, и покажем его. Так, то же самое меню. Я что-то сразу и не понял. То есть, вот караоке Тони Монтана. Здесь отдельно Тони Монтана. А меню одно и то же. То есть, ну, что-то какое-то знакомое. Как будто только что его смотрел. И здесь еще через дорогу, через набережную Тони. Тоже Тони Монтана. Вышли с набережной. Пойдем сейчас параллельным путем, но уже в обратную сторону. Так, если я не ошибаюсь, здесь одностороннее движение или нет? Или я ошибаюсь все-таки? Да, ошибаюсь. Так, фрукты, овощи. Персики 250. Имбирь 450. 450. Слива 200. 250 абрикос. 200 огурцы. 180 черрики маленькие. И 200 розовые помидоры. Виноград 400. 300. Здравствуйте. Пару слов нам скажете. Как зовут, откуда приехали? Что скажем? Приехали с выселок. Вода обалденная. В выселке где? В Родино-Качево. Понял. Вода классная. Все замечательно. Первый раз здесь? Да. Понравилось? Рекомендуйте. Рекомендуйте. А где еще были для сравнения? В мостом Архипа Осиповка. Здесь больше нравится? Или в Архипке лучше? Объективно. В Архипке лучше. Да? Понял. Спасибо. Приятного отдыха. Океанариум. Чувак? Да, смотри. На следующем деле как смонтируем? Океанариум. Цена билета 700 рублей. Чудовый коктейльчик, да? Решили взять. Молочные коктейли 200 рублей. 250. Мохито 300. Еще одна точка. Здесь Тони Лимонадо. Это вы к этому относитесь к Тони Монтана. Только Тони Лимонадо. Ну и расценки. Здесь фреш апельсин. Молочный коктейль 400 рублей. Сникерс. Чурос. А что такое Чурос? Это как эклеры. Как эклеры, только коктейль, да? А, все, все, я вспомнил. Да, точно. Здесь еще, а, это то же самое, да? Да, да, да. У нас так плавно начинает темнеть. Солнце скрылось за горой. Вроде бы 5 минут и так уже идешь. Много где свет повключали. В планах запустить еще прямой эфир. Попробовать это сделать. Вот, вчера также хотели запустить СБ, это не получилось. Интернет не позволяет. Ну, посмотрим, как здесь с этим дела будут обстоять. Свинина, мякоть, 180 шея, 200 курица, 150 баранина, 400. Дошли до развилки, к машине направо, на набережную налево. Хочется перейти по правую сторону реки и показать парк аттракционов. И что интересного с той стороны. Надя сказала, хочет машину. Надо в пятерочку зайти на завтра, на завтрак. Серега, пошли со мной. Пошли. Такая интересная движуха от Тарзан. Троллейный спуск. Это увлекательное развлечение. Ну, говоря простым языком, вот так вас по диагонали спустят. По диагонали реки. И сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей один спуск. Так потихоньку начинают появляться уличные музыканты. В вечернее время придают свою изюминку каждому курорту. Друзья, я показывал вам интересную столовую. Но не довелось побывать внутри. Сейчас уточню по цене. В общем, здесь шведская линия. Бери сколько хочешь, покупаешь абонемент и кушаешь сколько влезет. Узнаем цену. 500 рублей проход. Ну, на самом деле не так уж и дорого. Так, если мы в среднем кушаем, ну, сейчас поели 1200, да. Ну, просто покушали, покушали. А здесь можно было бы объесться, переплатив всего-навсего по 100 рублей за человека. Пойдем, Серега. Спрятался. Вывеска сквозного прохода нет. Здесь покатушки на веломобилях. И целый парк аттракционов. Давайте покажу цены. Автодром 350 за машинку. Центрифуга 350. Горка 300. Лебеди 300. Цепочка 300. Манеж 250. Цепочка 250. И паровозик 250. Да, еще батут спортивный 300. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Серега, что с лицом было? Ты вжался? Так вот, а тебя уносят куда-то за 3-9 земель. Что скажет? Держи пакет. Страшно. Страшно было? Страшнее, чем на банане? Ну, не знаю, реально одинаково. Ну, круто было? Угу. Непонятно, тут люди готовятся к плавному отплытию или только прибыли. Ну, мы в любом случае двигаемся плавно в сторону машины. Сейчас планирую запустить прямой эфир. Если позволит интернет, всегда его можете посмотреть в записи. А мы к вам вернемся уже здравствуйте завтра. Настало утро следующего дня. Так мы уже выселились. Едем дальше. По поводу вчерашнего прямого эфира. Все удачно прошло. Все было интересно. Такая вечерняя атмосфера. Многим понравилось, кто заходил на эфир. Ну, эфир всегда у нас остается в записи. По поводу дорожных пробок. Сейчас едем в сторону Ольгинки, в сторону Лазаревского. Стоячая пробка километров на 5. Если ехать из Ольгинки, как раз таки въезжать в Новомихайловский. Это нам предстоит завтра увидеть воочию. Постоять немножко. В общем, следующий курорт на нашем пути. Если будет время, заедем в Шипси. Если не будет, то едем прямиком в Лазаревское. Друзья, понравился этот обзор. Поддержите лайком, если до сих пор этого не сделали. Контактные данные гостевого дома я оставлю в описании под этим видео. Что вы думаете об отдыхе в Новомихайловском? Пишите в комментариях, если здесь отдыхали, либо по моим обзорам. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик, чтобы получать оповещения о наших следующих новинках. И смотреть их первыми. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк. Лайк, репост, господа. Лайк, браво. Лайк, репост.